МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где-то уже полгода, наверное, прошло, в канун профессионального праздника Дня сотрудника полиции, да? Тогда подводили итоги, и тогда все-таки говорили о непростом периоде в нашей жизни, 2020 год, наверное, во всю историю всего мирового сообщества войдет как сложный год. Давайте поговорим о том, как пережили, вошли в новый 2021 год, с какими результатами вошли, и в целом, может быть, подведем итог работы за 2020, тем более, что тенденции, что называется, остались наверняка. Да, хорошо, значит, действительно год очень сложный, не только для всей страны, и в том числе для органов внутренних дел, и в плане обстановки, и в плане какой-то управленческой деятельности год. Но при этом удалось обстановку контролировать, да, то есть каких-то серьезных эксцессов не произошло. У нас зарегистрировано 22 тысячи преступлений за год. 21, да? Да, тысячи преступлений за год. Это чуть больше, чем в 2019 году, значит, но при этом немножко меняется структура преступности. Если брать такие классические преступления против личности, убийства, разбои, кражи, их становится меньше. Вот мы делали большой анализ с 2012 годом, это первый год после реформы, когда милиции принимали полицию. Так, все время, да, сравниваете с 2012 годом? Да, ну, все время небольшой, и тоже такие серьезные тенденции. Количество убийств скатилось на 40%, количество разбоев на 80%. Ничего себе. Да, количество причинения тяжкого это здоровье на почти в два раза сократилось. То есть вот эти такие основные преступления не сокращаются количество. А на их место приходят уже, ну, такая современная тенденция, это больше киберпреступности. Высокие технологии. Да, это кражи с банковских счетов, это мошенничество тоже различными способами. И именно уже эти преступления формируют, так скажем, криминальную среду. Доля этих преступлений у нас уже составляет четверть преступности. И вот именно эти преступления сформировали рост преступности в прошлом году. Но это как-то зависело от пандемии, или эта тенденция наметилась еще задолго до 2020 года? Началась с 2018 года, примерно, небольшая тенденция. Конечно, такой взрывной рост это 2019-2020 год, и в том числе и пандемия. Это повлияло, потому что многие сферы действенности, покупки, услуги перешли в онлайн массовое. И в том числе и пандемии стали пользоваться мошенники. То есть, формируя какие-то поддельные сайты, предлагая какие-то мошенничественные схемы по денег. И, конечно же, это тоже повлияло на рост преступности. Ну, за высокие технологии, да, наверное, приходится и платить за то, что мы движемся вперед. Да, это, наверное, какие издержки, да, но очень печальные издержки, потому что за прошлый год ущерб, причиненный от этих преступлений, составил 170 миллионов рублей по нашей области. 170 миллионов? Да, у жителей области таким способом украли 170 миллионов рублей. Ну, Петр Александрович, ну вот, опять же таки, мы еще впереди, хотела я обсуждать этот вопрос, но он настолько актуален, что давайте уж сейчас, коль зацепились языками, что называется, но ведь предупреждаете и профилактируете, и по домам ходите, и листовки, и кругом, и на работе, и дома. Что тогда людей толкает? Ну, наверное, в том числе совершенствуются и мошенники, и способ мошенничества. Ну, первое всего, наверное, все-таки низкий уровень просознания граждан в плане собственной безопасности, защиты своих личных данных персональных. Наверное, мы еще пошли маленький путь в пользу банковскими картами, банковскими услугами. Для многих же это, особенно старшее поколение, ну, что-то очень новое, да, то есть необычное. Ну да, не видят деньги, да? Да, конечно, да, то есть и, наверное, не очень понимают, что такое логин, да, там, код доступа, да, то есть для них, может быть, это обычные цифры, да, а это позволяет мошенникам совершать преступления. И, конечно же, такая определенная, ну, беспечность, когда конкретный факт рассматриваешь, просто, ну, вызывает удивление, да, то есть когда, там, под видом каких-то операций банковских, под видом какого-то блокирования счета и необходимости, там, подведения перевести, люди переводят не на банковские счета, а переводят на номера телефонов по 100 тысяч, по 200 тысяч. Именно на разные телефоны, которые им диктуют мошенники, они переводят эти деньги, якобы под видом банковских услуг. Но это, ну, элементарные такие меры безопасности, которые нужно понимать, что это явное мошенничество. Поэтому стараемся разъяснять и сами, и нам помогает в этом плане правительство, стараемся банки привлекать к этой работе, потому что понимаем, что от этого очень сильно зависит обстановка. Примеры неплохие есть, у нас есть примеры, когда люди отказывались от совершения действий, понимая, что машина... Уже до кого-то доходят, да? Доходят. Есть примеры, когда сотрудники банков очень оперативно реагируют и видят, когда видят, что кто-то там у банкомата пытается какие-то действия произвести, интересуются и останавливают эти операции. Сейчас большую работу проводит МВД, пытаясь внедрить в систему уведомления о сомнительных звонках телефонных, потому что массив этих используемых мошенниками телефонов большой, да, то есть и точно-то сейчас к концу года обещают такую программу разработать на уровне министерства. Вот, кстати, насчет МВД, насчет непосредственно сотрудников полиции, насколько вы в ногу идете? Я не говорю даже, что о том, что опережаете мошенников, то хотя бы поспеваете. На какой мы стадии сейчас? Может быть, создаются новые подразделения? Ну, в прошлом году были на уровне министерства приняты серьезные решения министра внутреннего дела. У нас в прошлом году созданы специализированные подразделения в структуре уголовного розыска, в структуре подразделения следствия, в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. У нас фактически на сегодня численность этих сотрудников составляет более 50 человек. В городе Твери создано отдельное подразделение, значит, отдел по борьбе с всеми гибельпреступлениями. И в каждом крупномständе органе у нас есть выделены сотрудники отдельные, которые специализируются именно на этих преступлениях. То есть учеба предусматривается, потому что это же не стоит на месте. Плюс учеба, сейчас у нас практически в ежедневном режиме проходят различные семинары, вебинарии по видео. Нам выделены деньги, мы сейчас заключили контракт с Техническим университетом на обучение сотрудников, на зам этой работы. Такая большая работа. Плюс у нас в ведомственных вузах уже отдельные программы создаются по обучению сотрудников в борьбе с этим преступлением. Огромная работа, плюс техническая поддержка. У нас идут закупки нового оборудования, находимого для работы в этом сегменте. Поэтому постараемся противостоять этому. Но пока, к сожалению, говоришь, что сегодня мы успешно, эффективно подстоим. Наверное, предстоит временно. Но, знаете, это как коллективный иммунитет. Вот мы говорим от ковида, так коллективный иммунитет против мошенничества должен сформироваться в обществе. Наверное, мы тоже думаем, что пока у нас часть общества не приболеет, это проблема. Наверное, тогда будет более осторожно. А, кстати, в сотрудничестве с банками какое-то существует удовольствие полиции? Ведь здесь же вы должны работать, на мой взгляд, сообща, единым кулаком бить. Ну, если бы я в сторону формального, да, действительно, у нас заключено соглашение и с Бербанком, и с крупными банками. Но, на мой взгляд, наверное, вклад этих структур в борьбу с этим преступлением должен быть выше. В плане профилактики, первое, профилактики. Второе, в плане обмена информацией. Потому что в этих преступлениях очень важна скорость получения информации о движении по счетам. Но это зачастую происходит с высшей инвестиции, месяц до месяца доходит. У нас, если с Бербанком заключено соглашение об онлайн-обмене информации, то ВТБ и другие банки, это бумажные запросы, бумажные ответы. А понимая объем, какой в стране этих запросов, то, конечно же, это удлиняет сроки установления тех счетов, куда мошенники перечисляют деньги. И потом, даже по тем преступлениям, которые мы раскрыли, были большие, серьезные раскрытия, где были хрещения нескольких миллионов рублей, мы цепочку посредников всех установили, даже арестовали. Но сам, конечно, получитель денег, он остался недосягаем для нас, потому что деньги уже ушли за... То есть уже деньги не везут? Они ушли за рубежи уже, в соседние страны, в некоторые. И, конечно, уже деньги оттуда вырвать очень непросто. Вот раньше другие виды мошенничества были, звонки телефонные. Вот помните, одно время было актуально, когда звонит, что твой родственник попал в ДТП, надо срочно перевести деньги, чтобы не возбуждали уголовное дело. Или что-то там еще. Звонили часто из мест лишения свободы других регионов. То теперь, наверное, вы с УФСИМ тоже сотрудничаете. Я знаю, что в нашем регионе это практически сделать невозможно. Да, понятно, что первое зарождалось, это в местах лишения свободы первое преступление. И они действительно были связаны с легендой о том, что родственник попал в полицию, нужно там вычислить деньги. Сейчас эти преступления уже в офисе статистики к минимуму сведены. И действительно, и в колониях там большая работа проводится. У нас в СИН по посещению поноса телефонов, по блокированию интернет-трафика и телефонных сообщений. Поэтому в последнее время таких примеров на слуху нет. Петр Александрович, я вас перебью. Мы сейчас вынуждены прерваться на небольшую рекламу. Продолжим после. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Будет интересно. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня» 3190. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Сегодня у меня в гостях Петр Александрович Пырх, начальник МВД России по Тверской области. Петр Александрович, говорили до перерыва о мошенничестве. Что должно насторожить человека? Давайте еще раз скажем. 101-й раз здесь повторять никогда немного. Да, наверное, на сегодня, в той практике, которая существует, каждый звонок из кредитного учреждения должен насторожить. Потому что мы уже говорили, да, и за этим же круглым столом мы говорили, банки сами первые не звонят. Конечно, значит, банки, если увидят сомнительную операцию, они, прежде всего, блокируют счет, а потом, когда обращается клиент, они уже убираются в причинах этих действий. Сами сотрудники банка, кредитных учреждений, они звонки, обзвон клиентов не делают. И потом мы говорили, что если раньше в случае мошенничества были такое наиболее слабое звено, так назовем, это люди преклонного возраста, то теперь попасться на удочку мошенников может любой абсолютно, хоть ему 20, хоть 40, хоть 60. Статистика на сегодня до 40% потерпевших, это люди от 18 до 40 лет. То есть такое самое трудоспособное население? Это, в том числе, молодежь, да, то есть и работники различных учреждений, не только пенсионеры, попадаются на ловки мошенников и переселяют деньги. И я знаю, что используется очень множественное количество телефонов, да, когда ты не понимаешь уже, кто звонит и что. То есть с разных сторон обкладывают человека? Да, до 40, когда мы начинаем разбираться и проверяем, какие были соединения, были примеры, до 40 номеров мобильных телефонов используются для, так скажем, обработки потерпевшего, да, и склонения его к этим действиям. То есть такая психическая атака на человека? Да, идет переключение с номера на номер, якобы другие лица должностные, значит, сотрудники службы безопасности, якобы подключаются к разговору, сотрудники силовых структур, якобы подключаются к разговору, да, то есть идет такая обработка психологическая потерпевшего зачастую на, там, даже несколько дней. Когда преступники видят сумму, что сумма достаточно приличная, они начинают вот... Ага, есть нажива такая, да? Да, есть шанс, ну, шить крашу большую сумму денег, поэтому вот начинается вот такая агрессивная попытка человека склониться к этим действиям. Значит, первое, что мы советуем, это если позвонили якобы из банка, положите трубку, да не разговаривайте. Конечно, да, первое, лучше положить трубку и позвонить самому по номерам телефонов, которые указаны на сайтах банков, и поинтересоваться проблемой, да, то есть это, наверное, самый лучший выход. Второе, конечно же, очень осторожно относиться к своим персональным данным, да, то есть это номер банковской карты, это код доступа к счетам, их никому нельзя передавать, ни по телефону, ни лично. Конечно же, это, думаю, исключено из процесса пользования этими вещами. Третье, это, конечно же, очень внимательно смотреть страницы сайтов различных организаций, потому что под сайтом двойников вообще делаются... Да, 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 это тоже стало очень модным. Хищения совершаются под известными брендами, надо очень внимательно смотреть, что это за сайт, как там изложена информация, ошибки бывают, умышленно делаются на названиях, да, и очень-очень внимательно осуществлять покупки, прежде всего, в различных машинах. Ну вот вы сказали, что какую серьезную работу проделывают сотрудники полиции, чтобы предотвратить, да, и раскрыть, да, к сожалению, раскрывается-то тоже не очень шибко, наверное, да, процент не очень высокий. Нет, ну вот вы рассказывали о мерах, они позволяют, мы на сегодня вот за 4 месяца раскрыли 277 преступлений, айти, это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Это именно вот эта работа к этому привела? Да, потому что мы тоже учимся, совершенствуемся, это стало получаться неплохо, фактически ежедневно сводки есть раскрытые преступления, но это тяжелый труд, потому что последний пример могу привести, что мы нашли преступников в Лан-Удэ, в Бурятии. Ничего себе. Да, эти ланки были из Бурятии, из Лан-Удэ, и приходилось выезжать, там задерживать, арестовывать этих лиц и посредников, которые участвовали в этих операциях. Уважаемые жители региона, к вам хочется еще раз обратиться, ну вы видите, какая гигантская работа проделывается с сотрудниками полиции, чтобы предотвратить и раскрыть, вы сами не давайте повод, будьте бдительны. Мы сегодня говорим о том самом коллективном иммунитете, который необходим для борьбы вот с этим злом. Это все равно, что та же самая пандемия, которая бьет по нашему здоровью, изнутри пожирает человека, да, а это отбирает все, что нажито за целую жизнь бывает. Несколько слов о пандемии, Петр Александрович. Я знаю, что приходилось сталкиваться с сотрудником полиции с очень разными людьми, бывать в различных сложных ситуациях, да, и первыми фактически стали, можно сказать, щитом на заслон населения. С первого дня, конечно, сложная обстановка была, потому что мы сами не понимали, что это такое, ну и медики, и мы, и пришлось так работать прямо, скажем, с листа, значит, задач было много. Прежде всего мы контролировали соблюдение режима самоизоляции граждан, это соблюдение тех ограничений, которые были введены, в том числе для организации, предприятий, и помогали медикам искать тех, кто уклонялся от лечения. То есть были такие люди, да? В том числе такие люди были, и вместе с Потребнадзором мы работали по отработке контактных лиц, и тех лиц, которые пребывали из-за границы. Фактически, вот, если бы по спискам привычных из-за границы, мы отработали более 40 тысяч человек, устанавливали их местное нахождение, проявляли их соблюдение режима самоизоляции, прохождение, тестирование. Это была огромная работа, причем, в том числе с угрозой для здоровья сотрудникам. Какие потери есть? Есть ли потери среди личного состава? Большое количество сотрудников переболело, 700 человек, похождение сотрудников переболело, и 100 работников, 3 человека скончались, 2 сотрудника органа, 3 дела, 1 работник от болезни. Поэтому эта болезнь не прошла стороной и управления. Но должен дать должное своим коллегам. У нас ни один сотрудник не дал слабину, не отказался от выполнения обязанностей. Мы не сорвали ни одного оказания послуг по всем по линии эмиграции и ГИБДД. Значит, все было организовано. Дежурные части работали в обычном режиме. И фактически граждане не заметили этих проблем, в том числе, работы органов. Да, вот, кстати, Петр Александрович, какие ожидания были, вот, в канун мы же вступали, фактически шаг в неизвестность, в бездну какую-то, да, когда президент объявил о том, что мы не выходим на работу, да, что будет дальше, никто не знал. Как-то прогнозировалось состояние преступности? Да, очень были пессимистичные прогнозы, фактически, наверное, прежде всего по двум направлениям. Это бытовые преступления, потому что режим изоляции, нахождение в ограниченном пространстве длительное время мог вызвать на почве, в том числе, и употребление алкоголя, ну, серьезный всплеск бытовой преступности. И второе, это миграция, потому что экономика встала, мигранты оказались в большом количестве не заняты, и тоже прогнозировалось увеличение количества преступлений, совершаемых и этой категорией граждан. К счастью, эти прогнозы не сбылись, у нас загрестировано снижение бытовой преступности на 10% в прошлом году, такая обратная тенденция. И среди мигрантов тоже у нас никакого обострения не произошло, все было отработано, с кем-то мы работали, и их статус легализовывали, более 50 тысяч человек продлили статус, кого-то мы депортировали, тоже большое количество, и у нас фактически каких-то проблем в преступности эта категория не создала. Поэтому считаю, что этот период достаточно достойно прошли, и какие-то проблемы у нас не возникли. Этот год, 2021, как вошли в него, уже прожили практически половину года, так незаметно. Что можем сказать, какие результаты? Тенденции уже определены, значит, зарегистрировано за первый квартал у нас 5000 преступлений, это меньше, чем в прошлом году, то есть идет определенное снижение преступности. Наверное, три фактора волнуют, то есть это у нас увеличилось количество убийств, по сравнению с прошлым годом, да, немного, у нас 31 убийство загистрировано, это плюс 3 убийства к выру, но все равно каждый факт это ЧП, и тоже мы сейчас в причинах разбираемся, это все бытовые преступления. Это бытовые, это все на фоне, наверное, употребления алкоголя. Да, и все конфликты, на фоне употребления, все они открыты, но сам рост есть. Второе, это рост грабежей, и в прошлом году имел место быть, и в этом. Это, прежде всего, сетевые магазины, пятерочка, магнит, там доступен товар, алкоголь. А, ну, когда идешь мимо, кажется, что можно просто положить в сумку. Некоторая социальная категория лиц пытается таким опытом похитить товар, то есть тоже достаточно большое количество, и оно перерастает. Ну, и третье, это рост опять IT-проступления. Те же самые мошенничества, да? Да, он продолжается. Фактически мы на сегодня где-то примерно 14 преступлений в сутки таких регистрируем, и краш, и мошенничество с использованием IT-технологий. Вот это, наверное, три составляющих тревожки. То есть остальное находится в обычном режиме, да, то есть количество краш снижается, количество разбоев меньше, чем за этот же период прошлого года. Раскрываемость чуть выше прошлого года. Чуть выше, как вообще смотримся на уровне России или Центрального федерального округа под той же самой раскрываемости? Смотримся неплохо, значит, конечно, мы не занимаем лидирующих позиций. В целом, значит, управление под тому рейтингу, который, естественно, поменяется за прошлый год, заняло 38-е место по России. Ну, это считается, что в нашей сложной обстановке достаточно неплохо на сегодняшний день. Поэтому выглядим мы в таком среднеках, скажем, на уровне средней по России. Не так давно, буквально последние числа апреля, начало мая, вот у себя в программе патрульная служба я показывала о работе сотрудников полиции, в том числе сотрудников ФСБ, относительно наведения порядка на потребительском рынке. То есть мы показывали, что была прикрыта работа, так сказать, левых точек продажи алкоголя, табака, одежды, известные под косящую, под известные бренды. А вот что мы здесь можем сказать в этом направлении? Потому что это наша повседневная жизнь. Конечно, да. Это тоже одно из направлений, которым мы занимаемся. Оно относится к числу приоритетных. Это борьба с преступлением в сфере потребительского рынка. Три направления, наверное, самое главное. Это алкоголь, значит, контрафактный и нелегальный. Потому что это же здоровье. Да, и производство, и избыт. Это табак, то же самое. Патоксизные товары тоже, и производство, и избыт. И, конечно же, товары, одежда и обувь под марками известных брендов. Примеры вы привели, значит, в этом году у нас изъято более 7,5 тысяч литров вот этого контрафактного алкоголя, значит, обнаружено было в городе Твери. По табаку два цеха, где производились в городе Держеве и в городе Конаково. Это прямо у нас в Тверской области он производился? Да, в городе Держеве и в городе Конаково два цеха, которые выпускали сигареты известных брендов. Которые сейчас подорожали-то как? Это же все деньги огромные. Огромные деньги, потому что сбыт есть, потребители есть, цены достаточно огромные, и граждане готовы, в том числе, и покупать вот такой товар. В том числе и вот брендовая одежда, значит, под брендовые там часы, другие-другие вещи. Ну, парфюмерия дорогая, якобы, за 500 рублей. Да, так же мы большое количество изымаем, значит, привлекаем людей к ответственности, но, к сожалению, эти факты, ну, в счетом специфики, они все равно продолжают совершаться, и дальше будем вместе с коллегами этим заниматься. Ну, тут, конечно же, зависит много от дохода человека, да, если доход небольшой, хочется одеваться и выглядеть красиво, и не покупать дорогостоящий алкоголь тот же самый или табак в магазинах. Но хотя бы, вот вы знаете, я посмотрела, я выезжала на место, вот, то же самое, вот эта вот база на Коминтерна, да, там же такие, кажется, что дорогие бутылки с алкоголем, всевозможные, это и коньяк, это там и мартини, ничего там только нету, да, и все это вредно, все это может ударить, так по организму. Это дело, одно дело часы там поддельные, а другое дело алкоголь, который будет вреден для организма, да, то есть, только вред человеку, это две разные составляющие, потому что, действительно, под известными марками, брендами, разливается, ну, не поймешь что. Но очень бы хотелось, конечно, чтобы, вот, что называется, вот к ногтю прижалась вот эта вот гидра, вот распространитель этой заразы, потому что, ну, на самом деле, плодятся, наверное, одну закроешь, другая точка открывается. Что здесь важно? Здесь важна какая-то помощь людей, которые, может быть, а некоторые ведь приходят и годами, может быть, ходят, да, и покупают, и им все нравится. Ну, вот, по стопам, наверное, тоже, это жидкость незавязающая, которая зимой активно используется, да, да, казалось бы, вот, подаются на обочинах, понятно, что... Вот машины такие, да, стоят? Да, хочется купить подешевле за 100 рублей, да, то есть, нужно понимать, что это можно купить отраву, которая, в том числе, вред организму причинит. Мы накрыли целый цех, посетили действие целого цеха, в Лихославле он действовал. Там использовался этанол, спирт, яд использовался фактически для производства, и, конечно же, даже пары этого яда могли причинить серьезный ущерб здоровью. Поэтому, конечно же, надо быть осторожным в обретении товара в таких сомнительных точках, точках, даже внешний вид, да, объект торговли подозревает, что там, ну, может быть, некачественный товар. Насколько здесь важна помощь людей, может быть, звонки какие-то тревожные, или здесь все-таки все больше строится на оперативной работе? Нет, ну, любая оперативная работа строится на получении информации, да, то есть, конечно же, мы любую информацию, которая по любым источникам приходит, мы стараемся отрабатывать. Это и у нас телефон доверия, и какие-то другие сообщения на сайте, да, то есть, конечно, мы, а началом работы все является пособившей информацией, поэтому всегда призываем граждан, значит, к нам обращаться, любым способом, любым источниками, да, то есть, и мы заверяем, что стараемся каждое сообщение не оставить без внимания. Кстати, вот на ваш личный взгляд, насколько люди чаще, может быть, активнее стали сотрудничать с полицией, или, может быть, все равно еще побаиваются. Вот как-то изменилось что-то вот в обществе? Очень изменилось, на мой взгляд, вообще-то появилось такое чувство нетерпимости к правонарушениям, если первоначально это касалось больше ГИБДД, правил дорожного движения. Ну, потому что это как бы всегда на виду. Да, 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 что сейчас очень бурно реагируют граждане на различные происшествия. Вот даже последнее событие в автобусах, там, где хулиганы действовали, да, там, где граждане очень активно это фиксировали, значит, призывали воздействовать, тоже меня очень радует, потому что тоже помогает. Вот тогда невнодушие помогает нам реагировать. Я скажу, что на сегодня доверие за прошлый год у нас поступило 650 звонков, это больше, чем 2019 год, и могу доверить, что каждый звонок докладывается, отрабатывается, да, то есть, значит, поэтому я еще раз призываю граждан быть более активными, да, то есть. Да, и не бояться, не бояться, да, то есть, мы же, в том числе, анонимные сообщения мы отрабатываем, да, как это связано с каким-то совершением преступления, поэтому здесь какое-то боязнь, речи быть не должно. Самое, вот если говорить о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, насколько сейчас это актуально, и насколько, по-вашему, справляются сотрудники этого подразделения с поставленной задачей? Ну, очень актуально, это серьезное зло, это угроза опасности государства, да, то есть, и, конечно же, сбыт этих веществ, это, ну, серьезное преступление, конечно же, мы стараемся эффективно бороться, прежде всего, с каналами поставки, с, в плане, большие, большие объемы, да, то есть, конечно же, в этом плане рассчитываем на помощь граждан, мы периодически проводим различные акции, спасительный торгует смертью, да, то есть, вот недавно было в марте, мы, конечно же, в том числе, те сообщения, которые поступают, стараемся отрабатывать. Я, по-сому, заверюсь, что, конечно, не всегда, в счет того, что специфики этих преступлений можно, там, где-то сразу лицо задержать, да, то есть, но последить каналы и повести опять на работу, в этом случае необходимо. А инвентарты есть, мы вывели за только текущий год более 390 преступлений, значит, за прошлый год изъяли 65 килограмм веществ, значит, 4 лаборатории действительности на территории нашего региона работали. Да, это 12 притонов мы прикрыли. То есть, притоны по-прежнему актуальны? Это актуально, там, где это потребляют, были сложности с документированием в предыдущие годы, мы, к счастью, из судов, по которым наработали практику привлечения низкой ответственности за сдачу помещения под притоны, эта практика пошла, вот, в прошлый год 12 притонов, в этом году уже 6 притонов мы действительность пресекли, там, где наркоманы наркотики потребляют. Ну и канал, например, посекаем массу таких больших поставок наркотиков в наш регион. То есть, мы, с одной стороны, вот, говорили в начале программы про левый, так сказать, спирт, из которого заготавливают, против чего вы боретесь, да, это другое зло, да, которое точно так же не стоит опускать руки, чтобы закрывать глаза и делать вид, что всё нормально, да, это тоже огромные деньги, и которые теперь тоже через тот же интернет всё происходит. — Я понимаю, что, наверное, без помощи населения ни один прохотливый орган не справится с этой задачей, да, то есть, это должна быть нецепимость в обществе к этой проблеме, да, то есть, и вместе постараться зло победить, да, то есть, ходить мимо, да, то есть, реагировать, сообщать, да, то есть, тогда, наверное, и прежде всего, профилактировать, да, то есть, и убеждать то, чем молодёжь, да, то есть, о том, что есть другие ценности в жизни, да, то есть, есть другие интересы. Значит, тоже мы считаем, что в этом плане большая И сегодня, в отличие от предыдущего времени, стали менее популярны различные психотерапевтические вещества в среде молодежи. Мы помним период, когда различные таблетки и прочее в этих ночных клубах были очень популярны. Сейчас это отходит, и молодежь на другие ценности перейтируется. Это, наверное, нам позволяет с оптимизмом выглядеть в будущее. Но сегодня проблема не решена. Мы понимаем, что у нас транзитная область, у нас есть серьезный спрос на наркотики, поэтому есть поставки. Но мы стараемся масштабно с ними бороться. Вот ваш совет. А вот я, допустим, по своей жизненной ситуации, у нас в дачном кооперативе недалеко совсем под Тверью, очень часто идешь домой, возвращаешься и в лесу просто копают. Уже некоторые мужчины говорят, что хотят браться за топоры и совершать какой-то самосуд. Что делать? А вот сообщать, но на каждый вызов оперативных сотрудников просто не хватит. Что делать в этой ситуации? Нет, надо сообщать. Нужно понимать специфику этой работы. Просто взять копающего молодого человека в лесу, это мы не докажем. Да, мы понимаем, логически. Таких знаком было много, и мы уверяем, что мы постоянно дорабатываем эту проблему. Появляются новые адресы, они тоже перемещаются, и эта работа ведется. У нас несколько точек протяжения были ликвидированы, в парке стихотельщиков, есть еще адреса. И я уверяю, что мы эту фазу накапливаем и по ней работаем. В том числе по тем, кто в этих местах обстраняет, и потом уже потребитель. Цель-то не тех, кто копает, прежде всего. Да, те, кто закладывает. Тех, кто закладывает, конечно, их надо поймать за руку. Поэтому я здесь призываю только одно, это сообщать, звонить. Но не браться за вилы из-за топор. Порывается массу, здесь ничего хорошего. Есть шанс ошибиться. Есть шанс ошибиться, и не налицо, в том числе, причинить телесное порождение, и себе испортить судьбу, в том числе, в плане уголовного правонарушения. Поэтому я понимаю недовольство граждан, но замечу, что жалоб стало намного меньше. То есть жалоб стало намного меньше и на вот эти места сбыта, и на шприцы, которые там находили в некоторых местах граждане, их стало гораздо меньше. И потом и наказание какое-то серьезное все-таки. Это тоже наша работа. И сказать правильно, что у нас еще есть такая очень жесткая позиция и суда. То есть у нас серьезные решения принимаются, серьезные наказания. Все сбытчики арестовываются незамедлительно на даче. И там, конечно, суровое доказание предусмотрено. Вот вы говорили правильно, вы заметили, что, возможно, наше подрастающее поколение, те, кто сейчас учатся, школьники, студенты, они переориентируются, в конце концов. Тоже сформируется какой-то коллективный иммунитет против вот этого зелья, против вот этой грязи, которую хотят, нас просто хотят подрастающие поколения России и убить хотят. Что можем сказать сейчас о преступлениях против несовершеннолетних в отношении них и самих детей? Как ведется эта работа? Ведь это же целое подразделение в структуре полиции. Ну, это комплекс мер, где задействованы не только органы внутренних дел, и весь закон о системе профилактики, где впечатлены все, кто должен этим заниматься. Все равно на сегодня проблемы есть. За перекватывалось 79 преступлений совершили несовершеннолетние. То есть из них где-то 40, наверное, наши подучетные подростки. У нас всего на учете стоит 1600 подростков, которым мы проводим работу. Это те, кто склонен к совершению правонарушений, в том числе и преступлений. Работаем как с самими подростками, так и с родителями. То есть мы 2000 лиц привлечили к административной ответственности. Это 325 самих подростков и 1500 в отношении родителей. Мы составили протоколов за неисполнение обязанностей по воспитанию. Но здесь, опять же, нужна помощь и школы, и социальных служб, чтобы их тоже вырывать от этой среды. И самое главное, показывать им другую жизнь, более правильную. И, наверное, прошлый год был особенный в плане негатива, потому что у нас не было летнего отдыха в лагерях. Да, дети не ходили в школу. Дети не ходили в школу, но и не работали в лагерях, на летний период не были дети трудоустроенные, кто хотел подработать. Я очень рассчитываю, что в этом году с первого дня у нас начинают работать детские лагеря, где мы сможем, в том числе, и работу фактически проводить. Мы очень хотим всех наших подсчетных подростков отправить в эти места отдыха, чтобы им повеление на нормальную жизнь, в нормальных условиях, с другими интересами, чем они видят по дворе, на улице. И, конечно же, есть подростки, которые хотят просто заработать деньги. Большая часть поступления – это кражи, большая часть поступления – это львиная доля. И, конечно, вопрос трудоустройства на летние каникулы тоже очень важен в плане профилактики. Да, здесь, конечно, трудоустройство, здесь, наверное, со службой занятости, да? Нет, есть, 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 по дополнительству целая программа, есть задачи для глав муниципальных образований, у них есть задачи, в том числе и по трудоустройству подростков на летний каникулы. В данный период, чтобы они могли какое-то средство, собственно, заработать, да? То есть это избавит их от желания, в том числе и совершать преступления. Я помню, что где-то год назад, наверное, когда вот все это, начались все эти дела с пандемией, сотрудники полиции специально выходили вечерами уже после девяти, наверное, когда стайки подростков выбегали и вот просто-напросто спрашивали, а что вы здесь делаете, да? Вы же должны быть дома, ну куда смотрели родители? В том числе это работа контроля, по месту жительства, чем занимаются, конечно, это вот в ночное время, пятийные заведения, у нас шесть дел возбуждено в уголовных в этом году за продажу алкоголя повторно подросткам, тоже, ну, очень влияет, потому что часть преступления совершается в опционе алкогольного опьянения, в том числе подростков. У нас есть телефонный звонок, говорите, пожалуйста, в эфире мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Лебедев Олег Станиславович. Олег Станиславович, приветствую вас. Я хотел Петру Александровичу вопрос задать, но сначала поблагодарить за совместную работу, которую мы ведем вот по пятийным заведениям, по кальянным различным, вот. А вопрос мой такой будет, как депутата от Заволжского района, вот у нас есть такое место, очень криминальное, оно находится у Старого Тверецкого моста внизу, вот у нас там и парусная детская школа, и сотый детский садик, где слабовидящие дети, и недалеко находится ботанический сад и грибная база, которая строится вот на Тверце. И, к сожалению, там вот неработающая такая лестница есть, спуск со Старого Тверецкого моста в сторону вот речного вокзала. И там мало того, что под этим мостом вот уже месяц живут асоциальные граждане, ну, скажем так, понимаете, сделали там себе целый городок построили под мостом. Плюс вот ко мне все время обращаются родители парусной школы, потому что там закладывают вот эти закладки в этом сквере внизу под мостом, понимаете. Мы их гоняем, даже я там сталкивался. Причем ведут себя цинично, звоним в полицию, понятно, что пока Заворская полиция приезжает, они уже все разбегаются, но даже приезжают, так скажем, астритетные старшие товарищи на джипах и открыто угрожают прямо нам. Вот мы там, это вот, с главой Заворского района нам об этом говорили, с Богданом Михайловичем Лественным. Можно как-то там вот это место повнимательнее к нему относиться, потому что оно такое социально важное, столько там объектов. Заворский район сейчас развивается активно. Обратите внимание, мы попросили, я тоже обращался, чтобы туда хотя бы вечером по труду езжал, потому что там были попытки изнасилования. И вот с этого моста дети прыгают, вы знаете, летом на кишке раскачиваются и ныряют. Были случаи, там ломали шею, позвоночник. Вот, может быть, как-то попросить Заворское РУВД обратить на это место внимание. Спасибо, Алексей Александрович. Вы поняли, да, про какое место идет разговор? Да, я понял, я сегодня дам поручение. Во-первых, встретиться с руководством парусной школы, вы слышали проблему. То есть, ну, я обращу внимание руководства Заворского дела на работу в этом месте. Отработаем, проверим всю информацию, да, то есть, постараемся в мере понять подведение там порядка. Но здесь еще и зависит много от работы патрульно-постовой службы, да, ведь существуют наряды, которые и на машине, и пешие наряды. Это как распределены все участки города, охватывают сотрудники полиции, вот такие вот, мягко говоря, злачные или неблагополучные? Есть система, это организация службы, есть такой план, называется план единственной локации, где остановка нарядов формируется, и каждый день при заступлении от службы выносится коррективы, да, то есть, на наиболее значимые места, значит, наряды выставляются, да, то есть, ну, и происходит маневр сил и средств в зависимости от ситуации. Я скажу, что вопрос реагирования у нас каждый день по смене дежурства отрабатывается, да, то есть, и я каждый день ставлю задачи дежурной части максимально оперативно отрабатывать все сигналы, да, то есть, понятно, что рук не хватает, бывают некоторые задержки определенные по времени, да, то есть, ну, стараемся, конечно, быстро реагировать. Относительно, да. По этому месту разберемся, посмотрим, что это за там лица собираются, да, то есть, ну, и проговорим по согласно парусной школе, чем помочь в плане вот на ведение порядка в этой территории. Относительно, вот, чтобы хватало, что называется, рук, как с кадрами сейчас, вот, а какая кадровая работа ведется, и есть ли дефицит кадров сейчас в Тверской полиции? Прежде всего, сложная кадровая ситуация, некомплект большой, он меньше, чем в прошлом году, мы сократили некомплект 10% до 7,7% в некомплекте, в том числе, благодаря тем мерам, которые приняло правительство региона, спасибо губернатору, ввели доплаты участковым полномоченным, сотрудникам патрульно-постовой службы, это позволило отток кадров сократить и даже немножко укомплектовать эти подозрения. Ну, самая земля такая, да, которые непосредственно первыми выходят к людям. Сегодня самая сложная обстановка, это в следственных подозрениях, в подозрениях по оборудованию с экономическими преступлениями, ну и по-прежнему патрульно-постовой службы, там, в общем, большой некомплект. Связано с тем, что тяжело привлекать молодежь с высшим юридическим образованием, требования высокие, квалификационные. Конечно же, капитализирование идет тяжело, поэтому я, пользуясь возможностью, призываю молодых людей на службу в органы внутренних дел, заниматься очень нужной, благодарной профессией борьбой с преступностью. Еще одна очень важная проблема, Петр Александрович, это борьба с коррупцией, потому что многие другие, помимо полиции и подразделения, воюют, что называется, с этим злом, да, и тут мы еще говорим о чистоте самих полицейских рядов, да, вот недавнее задержание сотрудников полиции, к сожалению, это как вы, как лично вы, как человек и как руководитель полиции относитесь к этому. Что мы на сегодня можем сказать? Это очень плохо, и каждый факт такой очень болезненно воспринимаю, да, то есть, потому что это, ну, оценено на уровне предательства интересов службы, да, то есть, значит, но позиции остаются принципиально неизменными. У нас нет прикасаемых, все предупреждены, и кто не дружит с законом, будут из наших рядов исключены тем или иным способом. У нас существует подразделение, врачи собственной безопасности, которое занимается, в том числе, и борьбой с преступлением среди сотрудников ОГРНД. Вот мы говорим сейчас, мы только, уголовное дело расследоваться только началось, мы можем говорить, что это люди подозреваемые, я не помню, обвинение предъявлено или нет, но тем не менее, ведь вышли на раскрытие этого преступления, скажем, пока так, мы не называем людей, естественно, преступниками до суда. Именно сотрудники собственной безопасности? Да, если бы я был пример по московскому подразделению, московского отдела полиции, это была совместная разработка ОРЩЕ и сотрудников ФСБ, мы вместе отрабатывали оперативную информацию и вышли на реализацию. Всего за прошлый год, всего за прошлый год, возбуждено 14 уголовных дел в отношении сотрудников полиции, 70 из них это результат работы нашего подразделения. То есть, на долю собственной борьбы приходится 70% преступлений. В этом году мы посекали факты совершения незаконной охоты сотрудникам органов, передачи запрещенной служебной информации сторонним лицам, так же посекали. Поэтому мы ведем такую непримимую борьбу с предателями наших ребят. Ну, такое, к сожалению, как и в любой профессии, такое, к сожалению, встречается в разные года и в любое время, да, здесь уже как вот, если либо смотреть, либо ты выполняешь эту работу так, как себя требует, ты куда пришел вообще-то, уважаемый человек, да? Я слышал, что я слышал в выражении одной из политиков в этом плане, бывшего руководителя министерства, о том, что это проблема не только министерства, это проблема всего общества, да, то есть полиция это средство общества, да, то есть... Да, кто идет на службу-то, вот вы сейчас призываете, да? Да, кто-то пришел на службу полиции, и надо понимать, что мы тоже не отличаемся от других структур, я скажу, что есть категория таких лиц в любых структурах, в любых, да, в любых правоохранительных органах, да, то есть и в любой, наверное, любой организации. Поэтому наше дело их вычищать, прилегать к ответственности, где это можно, где-то мерами по приеме на службу выявлять тех, кто склонен к этим вещам, поэтому у нас большая жесткая система приема на службу. Да, это же у вас легче в космос улететь, чем быть зачисленным сотрудником полиции. Не только медицина, там и психодиагностические исследования, и использование полиграфа, и различное тестирование, не всегда оно дает результат, да, то есть то, что хотим видеть, и не исключает факта появления преступника в наших рядах, но будем бороться и дальше. Мою позицию сотрудники знают, я ее недократно озвучил на совещаниях, на собраниях, неприкасаемых нет. Кто не хочет честно служить, должны или сами покинуть наши ряды, да, то есть и будем их выжигать каленым жилимом. Мы говорили здесь о работе участковых, патрульно-постовой службы, а еще вот, наверное, первые, кто общается с людьми, которые, человек приходит обратиться в полицию, что-то произошло, это дежурная часть. Как построена сейчас работа? Что-то, может быть, изменилось? Улыбка появилась на лице у дежурного полицейского? По поводу улыбки не знаю, да, Таисия. Но это нужно, согласитесь, да, ну, чтобы привитливее человек встречал. Конечно, я вот тоже недоградно говорил, значит, во-первых, зависит мнение граждан о работе полиции прежде всего дежурного. Да, то есть, как дежурного встретит заявителя, да, то есть, если компетентно, вежливо, культурно, такое впечатление будет у гражданина о работе полиции. И что мы там не делали, у него такое впечатление останется, да, то есть, мы не все после него скрываются, да, люди понимают. А если придет увидеть неопрятного, некомпетентного, хамоватого дежурного, что бы потом мы не делали, что бы мы там не оскрыли, не помогли, унесено впечатление о полиции, вот, что, да, первое, которое сложилось от этого дежурного. Поэтому, что мы сделали? Мы в этом году, в прошлом году отремонтировали все дежурные части городского управления, чтобы там были нормальные, комфортные помещения, да, то есть, и для посетителей, и для дежурных. Значит, у нас установлены системы объективного контроля, у нас пишутся все разговоры, пишутся, значит, с заявителями, у нас идет видеонаблюдение в дежурных частях, да, то есть, поэтому, и, конечно же, мы понимаем, что от работы, отреагирование дежурного, вот, это, наверное, половина составляющая успеха по раскрытию преступлений. Поэтому и кадры стараемся подбирать туда более опытные, ну, и контролировать их деятельность, конечно. Совсем мало до конца эфира. В канун 9 мая мы встречаемся. Несколько слов о поздравлении, может быть, ветеранам. Это же ведь особая категория людей. Да, уникальная возможность. Мне очень повезло, что я имею возможность поздравить дорогих ветеранов с нашим главным праздником, с наступающим, это 76-й год, Российской Победы в Вечерской войне, значит, и, конечно же, я души всех ветеранов поздравляю. С этим праздником желаем бодрости, духа, здоровья, как можно дольше оставаться в наших едах. И скажу, что мы на их подвиге стараемся воспитывать и молодое поколение. Это пример для нас безограничной преданности Родины, и поэтому хочу искренне поздравить всех с праздником. Я просто знаю, насколько сотрудники полиции действующие трепетно относятся к своим ветеранам, никогда не забывают. Спасибо огромное. Вот мы уже подходим к концу эфира. Это буквально, наверное, полсекунды. Совет жителям региона ваш, профессиональный? Совет, значит, заниматься своей безопасностью, прежде чем быть осторожными, да, с различными определениями мошенничества, значит, ну, постараться вести себя более безопасно, значит, более бдительно. Никому свои данные не передавать, с сотрудниками банка по телефону не общаться, на это все. И по каждому случаю обобщаться с органами, это и делать. И посторонний у дом не пускать, да, еще это. Это уже очень важно. Да, да, как не брать спички в руки, да, не давать, вернее, спички детям. Спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня у меня в эфире был Петр Александрович Пырх, начальник УМВД России по Тверской области, генерал-майор полиции. С вами была Ирина Чекунова. Будьте здоровы. Спасибо. До свидания. Спасибо.